Так, дальше закончились мюсли, тропический микс. Очень хочу посоветовать, кто на правильном питании или на диете. Мюсли вот такие вот здоровый стиль, они не содержат сахара, там вообще никакого сахара нет. И в составе только натуральные ингредиенты, опять же не содержащие сахар. Единственное, что там есть сухофрукты, так вот состав, там есть сухофрукты, сухофрукты, соответственно, они с сахаром. Вот, например, сушеный банан, а нет, он без сахара, сейчас, а здесь нет. Вот, сушеный ананас, он засахаренный. И вот есть еще здесь тропический микс, а есть, по-моему, фруктовый микс, там с вишнями, они тоже засахаренные. То есть это единственный, наверное, сахар, который там есть. Вот, так мне очень нравится, и я, конечно, не каждый день, но периодически покупаю такие, с йогуртом они очень хорошо идут. С молоком, знаете, жидковато, а с йогуртом натуральным вполне. Так, вот такие печеньки, просто обалденные, очень хочу посоветовать. Тоже, если бренд конфи, если где-то увидите, вот эти кукисы, шоколадные с орешками, обалденные, просто райское удовольствие. Невероятная вкуснятина, не знаю, не могу больше подобрать слов, просто очень вкусные. Тают во рту, и вот этот шоколад нежный, непротивный. Маслом не пахнет, но обалденно печенье, вот советую, если не пробовали, попробовать. Так, сейчас большая упаковка, покупала я землю для цветов, грунт, фаску. Вот такая упаковка, не влезает в этот самый цветочное счастье. Могу сказать, что понравилось. Единственное, что внутри попадаются какие-то крупные элементы в виде гнилых, гнилых древесишек, каких-то древесных, не знаю, кусочков. То есть, это не опилки, это какие-то то ли корешки, то ли веточки, такие полусгнившие. Вот, то есть, в целом состав земли мне очень понравился, за исключением вот этих вот кусочков древесных. А так, очень советую. Хорошая земля и стоит недорого. Она в районе 80 рублей за 5 литров. Так, сюда сгромоздим. Так, дальше нам подарили вот такой шоколад. Я вообще темный шоколад, ну, не очень. Знаете, они, конечно, все разные, это надо пробовать. Вот, и, в общем-то, из всех моих черных шоколадов, которые я ела в своей жизни, ни один мне не понравился, кроме этого. Во-первых, он с солью, с морской. И это очень необычное сочетание сладковатого, такого горьковатого шоколада с солью. Мне вот это очень понравилось. Я его слямзила за пару дней. Очень хороший и достойный подарок, если кому-то подарить. Вот, он не из дешевых и довольно качественный. Так, сейчас еще доберемся. Ага, вот это я тоже хотела рассказать. Значит, накидку в фикс прайсе я взяла для стрижки. Ой, не советую. Значит, во-первых, я ее распаковала, она воняет. Просто неимоверно воняет каким-то непонятным запахом. Как нефть, наверное, чистая воняет. Какой-то просто удушающий, вонючий запах. Я ее помыла, это ее не спасло. Пришлось ее выкинуть на балкон на пару дней. Там она проветрилась. Значит, по размеру, то есть, вы видите здесь 120 на 140. Ну, это все условно. Потому что, в основном, как вы видите на картинке, вот сюда вы просовываете голову. И застегивается это на липучку. Сзади у вас огромный хвост мотается. Причем, ну, не скажу, что огромный. То есть, ну, возьмите сантиметр, померьте, что такое 120 на 140. Значит, по размеру, когда вы ее одели, вот эти края боковые, они получаются до локтя. А сзади хвостик, он достает, ну, чуть ниже поясницы. Вот. И особо ничего, ну, как бы не спасает этот коврик, да, вот эта накидка во время стрижки. Липучка приделана плохо. Она плохо фиксируется. Прилеплена она, даже не пришита, не знаю, на клей приделана она криво и не в том месте, в каком нужно. То есть, для того, чтобы надеть эту штуку и застегнуться так, чтобы было комфортно, это очень сложное дело, очень сложное занятие. В общем, не советую эту штуку. Поэтому, если хотите, можно, конечно, взять и немножко переделать под себя, но не вижу смысла заморачиваться. Можно купить нормальную накидку за нормальные деньги. И она прослужит гораздо дольше. Так, закончилась у нас вот такая вкусняшка для лиски. Морской микс. Как вы, может быть, уже наслышаны, она не очень любит сухой корм со вкусом рыбы. Практически его не ест. Но вот эта штука заходит просто на ура. По 5-10 штучек каждый день или там через день. Она обожает именно вот эти вот феликсы вкусняшки. У нас есть разные и мясное удовольствие, там, и с курицей, и какая-то еще рагу. Но очень разные есть. И вот эти она очень обожает. И рыбные в том числе. Так, зубная паста биокальций. Моя любимая. Могу посоветовать именно сплат. Вот у кого проблемы с эмалью. И, например, вообще с кальцием в организме. Например, вот крошатся зубы. Или просто сами по себе зубы мягкие по структуре. Опять же, это не лечение, а профилактика. Но именно эта паста, как кальция активная, могу посоветовать очень хорошая. И вообще, сплат. Обратите внимание, хорошая фирма российского производства. И делают ребята очень качественно. Так. Еда, еда. Рис. Рис националь. Я не рекламирую националь, но вот этот рис. Золотистый. Длиннозерный. Пропаренный. Очень достойного качества. Обалденный. Он не переваривается. Не разваривается. Если вы вот любите аль денте, как я, как люблю его я. А я люблю его во всех продуктах. Не только в макаронах. Но и в рисе, и в гречке. И вот этот рис просто идеальный. Он рассыпчатый. Вкусный. При этом нет ощущения, что он не доварился. Что внутри что-то твердое осталось. Он варится идеально. Идеальный на вкус. Нет никакого лишнего привкуса. Задхлости или чего-то такого. Идеальный рис. Присмотритесь. Вот именно желтый. Такой золотистый. Брала я как-то давно, еще перед Новым годом, вот такие вот лавашные чипсики с сыром в фикс прайсе. Обалденно вкусные. Альтернатива обычным чипсам. Очень вкусные. При этом они не из крахмала сделаны, а из обычного вот этого плоского лаваша. Просто нарезаны, подрумянины и посыпаны сыром сушеным. Очень вкусные. И здесь немного, вот так вот просто полакомится. Причем они, видите, мы не жарим, мы печем. То есть они не обжарены в масле, а запечены в духовке, в печке. Опять же, полезная штука. Ну, относительно полезная. Она, конечно, вредная. Но если не злоупотреблять, а просто полакомиться разок там в месяц, в два месяца. И все. Очень достойная штучка. Так, вот такой я брала. Сейчас еще вторую возьму. Так, походу придется видео делить на три части. Большое получается. Брала вот такие штучки. Тоже уже давно. Каруза. Это у нас получается жареная кукуруза. Я думала, что это орешки, это кукуруза. Здесь с сыром и с барбекю. С сыром мне очень понравилось. Очень достойный вкус. Тоже довольно легко едятся. Хорошо подходят под кино. Какое-нибудь вечернее. Очень вкусные. И вот сырные, они как-то лучше прожарены, что ли. Они более воздушные, более мягенькие. Легко грызутся. И быстро кончаются. Так что вот эти вот очень советую. Кто любит всякие такие вот снеки, попробуйте. Вот это очень вкусно. Вот. А насчет этого могу сказать, что вот барбекю, мне показались, они жестковатые. Вот именно сами кукурузинки. Вкус острый, но недостаточно острый. Я бы взяла с красным перцем, например. Но их не было. Но это такое что-то среднее. Ну, особо я не почувствовала какого-то вот именно вкуса барбекю. Просто кукуруза с каким-то посыпкой такой. Пряно-пикантно сладкий перец. Вот пряно-пикантная паприка такая какая-то. Особого вкуса нету. То есть это не могу сказать, что не берите.